Всем привет на моем канале и сегодня я хочу с вами поговорить о периодическом голодании и почему меня заинтересовал этот режим питания и что это такое хочу начать с предыстории год назад я перешла на правильное питание и активный образ жизни до этого я ела что хотела сколько хотела когда хотела движений никаких лежим смотрим телевизор сидим работаем и сидим едем на машине к этому всему еще у меня прибавилась боль в спине которая причиной которая была это межпозвоночная грыжа 6 миллиметров в течение двух лет я благополучно решила этот вопрос безоперационно хочу отметить но и стал вопрос после того как я перестала чувствовать боль моей спинке и стал вопрос надо что-то делать надо как-то укреплять мышцы позвоночника я нашла себе тренера и пришла ему к нему вот с такой задачей хочу укрепить мышцы позвоночника и может быть если получится параллельно что там скинуть какие-то там килограммы все хорошо он меня понял но мы пришли к тому что если я занимаюсь спортом буду заниматься силовыми упражнениями буду заниматься кардио между силовыми упражнениями то мне надо будет изменить мое питание один день я утилизировала все свои старые продукты которыми вернее всю мою пищу которую я ела до этого я утилизировала и заполнила холодильник здоровым питанием и все началось в один день моя новая жизнь поперла результат этого всего минус 12 килограмм так почему же я пришла все-таки к периодическому голоданию какая была причина как я за 7 месяцев и потеряла 12 килограмм мне более-менее уже начало нравится мое тело я начала привыкать к моему образу к новому образу жизни к моему питанию шестиразовому каждые три часа я ела понемножечку ела естественно ела то что мне необходимо было в таких количествах каких необходимо было я обязательно считала жиры я обязательно считала углеводы белки все контролировать заносилась таблицу высчитывалась это было каждый день все это контролирует потому что когда мы хотим чего-то добиться обязательно нужно контролировать это без контроля никакого результата не жди это уже проверено мной дальше я начала замечать после того как у меня ушли 12 килограмм бесследно что у меня остановился вес и я не теряю то что я хочу дальше то есть я хочу прогресса дальше в своем теле а я его не вижу чтобы я не делала это чит милы это я убирала углеводы добавляла углеводы усиливала нагрузку уменьшала нагрузку какое-то время вообще не занималась то есть я пыталась разбудить свой организм который привык к новому режиму да к шестиразовому питанию правильной еде к тренировкам он все как это говорят да плато все остановилось ничего не делается больше с моим организмом чтобы я не предпринимала я решила и вот я обнаружила для себя новую такую тему периодическое голодание в чем у нас заключается кстати сегодня 10 день на периодическом голодании в чем она заключается в первую очередь это 16 часов времени мы не едим вот этот промежуток времени 16 часов между последним приемом пищи и первым приемом пищи в эти 16 часов задача самая важная и акцент я делаю на этом мы не должны употреблять ни одной калории мы пьем жидкость воду чай кофе никакого сахара никакого молока ничего вот первая калория который поступает ваш организм и это с первым приемом пищи но тут еще самое важное мы должны контролировать наш калораж суточный то чтобы мы не опустились ниже предела нашего нашего базового метаболизма то есть это те то количество калорий которые нужно организм для того чтобы просто он работал а вы можете даже в это время целые сутки просидеть смотреть телевизор на диване и при этом вам надо ну как для меня 1300 калорий это я для себя высчитала у каждого своя цифра естественно точно так же как я для себя высчитала белки жиры углеводы лично мои цифры дальше еще я не ем 16 часов но пищевое окно у меня 8 часов в это пищевое окно 8 часовое я принимаю четыре раза пищу это два основных приема и два у меня перекуса обязательно контролирую что и ем это да это не торты до пироженки и жареная картошка картошка с лучком а это все самое полезное и необходимое для организма это необходимые белки клетчатка в виде овощей и жиры это виде орехов льняного масла оливкового первая неделя моя периодического голодания была в таком режиме в 4 часа дня я начинала есть и последний прием пищи у меня мог быть в 12 часов ночи но так как я в 12 уже ложилась спать то последний прием пищи у меня был в 10 часов вечера и поэтому я получается даже была в голодном режиме 17 17 с половиной часов период очень важно тренироваться на голодный желудок я перед тем как заниматься и иду на тренажеры неважно это кардионагрузки или силовые нагрузки я обязательно выпиваю чашку кофе без сахара и вы знаете энергии достаточно вполне потому что я необходимый колораж успеваю съедать за эти 8 часов пищевого окна да такое есть облегчение в этой теме что раз в неделю это суббота или воскресенье но кто-то позволяет себе два раза в неделю я не позволяю два раза в неделю один раз в неделю я себе делаю как бы разгрузочные дни вернее загрузочные дни то есть я могу себе позволить скушать какую-то вкусняшку но опять-таки я смотрю на сколько это жиров сколько это белков и сколько это углеводов чтобы но чересчур не перебрать да не сильно забивать свой желудок и опять-таки когда вы позволяете себе даже вкусняшку вы должны обязательно сохранять все-таки этот режим 16 8 то есть есть вкусняшки тогда когда у вас пищевое окно я думаю что здесь есть какая-то небольшая радость до раз в неделю я хочу сделать несколько видео на эту тему 17 декабря я начала первый день своего периодического голодания и 17 января я тоже хочу сделать еще видео и может быть получится сделать показать фоторезультаты потому что сейчас я чувствую да я сбавила килограмм 700 грамм я за неделю за одну сбавила скорее всего будет еще меньше за вторую потому что у меня процент жира не такой большой чтобы я сбавляла большими порциями жира да и визуально не сильно я вижу это но я это чувствую настолько мне легко настолько комфортно вы знаете какой еще плюс периодическом голодании глубже и крепче спится энергии достаточно много не тогда когда вы что-то поели а а энергии и достаточно выйти 16 часов я занимаюсь полной энергетической силой еще раз хочу подытожить что такое периодическое голодание в первую очередь мы должны выдерживать между последним приемом пищи и первым приемом пищи не меньше 16 часов в эти 16 часов у нас организм не должен получить ни одной калории мы пьем кофе чай воду но без сахара без молока следующий момент первый прием пищи он должен быть легким и все-таки смотреть на то количество калорий которые вы потребляете он не должен быть занижен потому что это навредит нашему здоровью да но и для того чтобы сбросить все такие вес чтобы результат действительно можно было увидеть это суточный ваш калораж который вы потребляете с пищей не должен превышать калорий которые вы сжигаете за эти сутки наверное те основные такие принципы которые дадут вам результат ну все до следующих видео пока пока а а а Продолжение следует...